А теперь о пище духовной. Сразу две художественные выставки днями открыты для публики в Могилёве. Музей имени Павла Масленникова свои европейские впечатления представил Игорь Адамович. Кстати, именно его работу отметил когда-то Владимир Спиваков, будучи с концертом в Могилёве. А вторая выставка молодого художника Евгения Зайцева. И это дебют выпускника МГУ имени Кулешова. Что их объединяет? Наш корреспондент Елена Борисова решила, что это экспрессия в творчестве и добрый взгляд на мир. Игорь Адамович с чирым размахом запросил своих прихильников на шпацер по старой доброй Европе. Докладней по своих отчуваниях и вспоминах. И вот этот восторг, по большому счёту, он здесь вот и выражается. Германия, Италия, Франция, Чехия. Полторы месяцы, как проникнуться невеличкими городами Бавары до славутостями столиц. Фотографии все привозят, это слишком просто. А привести воспоминания и попробовать передать их на бумаге, на холсте. И причём, что не просто передать линиями, это же тоже атмосфера, настроение, цвета. А для дортвать не большая радость, снова у майстерни пересансовать уражение до открытия по экспрессию коляру, да энергия таку форму. Конечно, отвлекаешься на подвор цвета, пытаться удержать колорит. Но, тем не менее, всё равно это было ощущение, я опять ходил по этим улицам. И это уже субъективное отчувание, взломное геометри фальхварков, таракота шэра монументальность, размытый настроем романтики, фантазийное буйство коляру, зачаровывают следачами навыто выкликом реальности. И Канчаткова скажет, нестраченный сдульность у нас такая, дзялится своим отчуванием радости. Человек просто летает, оно видно и по работам, лёгкие, воздушные, красивые. Я думаю, что зрители чувствуют эту энергетику, такие крылья за спиной. А у городского выставочной зале премьера, альбо так бы мовець агледзины. Живопис и графика Евгена Зайцева, недауньего выпускника Могилевского университета имя Куляшова. Але перше уражение, адмоцная экспрессия и протеста духу, выклику света, вось на гэтых полотнах, меркуясь устречу при намці с самовитым творцем. Чем ярок? Ну, у него свой собственный взгляд на мир. Такой очень проникновенный, очень вдумчивый, очень благородный, так скажем. Вот посмотрите на бабушек на этих. Это же чудо. Ни чека не стіпли, навод по-юнацки, квол и премьер, деликатно успремае гэтки оценки. Художники, я считаю, должны быть недовольны немножко тем, что делаю. Ну, чтобы стремиться делать лучше, правильно? А этим портретом я действительно доволен. Почему? Потому что я действительно видел, как этот человек живет. Прогмин святомости и пошуку мастака, и вось у гэткем боянстве фарбу, где кветки литерально струмятся в основном водором безу и духмянных щодростю лета. Дерзы самоваявленье, яркость, эмоцийность, адмавляя по проку у отсутности познавальности и стилю молодого мастака. Тим цікавее сечить за его творчими пошуками, куди я не проведусь.